всем здравствуйте с вами елене и вы на моем канале самопознания тема сегодняшнего расклада придумала не я данный расклад который называется черный лебедь был взят из книги известного торолога саши грехом и создан он был по одноименному фильму если я правильно помню который так и назывался по-моему черный лебедь главной ролью была натали портман история балет и в общем много чего там происходило знаете на самом деле значит я сначала скажу что у нас с вами две позиции пока вы будете выбирать позиции я немножко расскажу о чем значит первая позиция зеленый камешек вторая позиция красный камешек выбирайте пока сделала только две позиции потому что здесь достаточно много вопросов почему я выбрала этот расклад здесь такие довольно таки необычные на мой взгляд вопросы и они поскольку расклад называется черный лебедь все-таки освещает больше какую-то нашу нашу черную сторону нашите аспекты когда я попробовала этот расклад на себе потому что вначале я всегда расклады пробую на себе чтобы посмотреть как и что может быть как-то вопросы подкорректировать я увидела некоторые такие достаточно интересные моменты мне показалось что он правдоподобный но не знаю вы мне скажете как и что будем делать мы сегодня расклад на классической колоде райдера уэйта и на эпическом 2 если понадобится если нет я возможно еще возьму и какую-нибудь другую колоду может быть да а может быть нет но не суть значит вы выбираете позицию 1 2 зеленый красный камешек и мы приступаем значит красный камешек и откладываю зеленые позиция номер один и давайте посмотрим что нам здесь говорит саша значит первый вопрос какую часть себя я боюсь показать миру какую часть себя я боюсь показать миру знаете вы боитесь показать такое сразу энергия такая пошла а показать себя счастливой показать что у вас все хорошо показать что есть какая-то стабильность есть у вас определенный достаток определенный уровень жизни и вашей жизни все достаточно успешно я не могу сказать что прямо все это хорошо ровно но сейчас может быть период такой когда есть праздник души когда все понятно когда все известно возможно вы и боитесь показать даже если все таки мы говорим о какой-то негативной части о том что что вам возможно хочется даже немножечко отдохнуть возможно вы боитесь показать что вам нужно как-то может быть выехать куда-то на природу взять какую-то паузу от своих дел может быть ну здесь вот понимаете здесь и так и так может быть значит кому-то может отыграться то что вы боитесь показать свое счастье возможно да потому что мы говорим о том что счастье счастье не надо кричать оно должно быть тихим так же как и деньги это для какой-то части да из вас поскольку расклад все таки общий а для другой наоборот вы боитесь возможно показать что вы устали что вам нужно передохнуть но здесь вот и так и так происходит в любом случае здесь идет состояние души речь идет о состоянии души о том что возможно для кого-то кто-то достиг чего-то в семейной жизни какого-то знаете душевного состояния гармонии да когда по крайней мере есть такое некое затишье когда со всеми договорились на душе спокойно нету каких-то вот конфликтной ситуации и все ровно ровно хорошо но вот именно не просто как болото а именно хорошо на душе спокойно возможно вы боитесь именно этот момент показать чтобы не сглазить если проще говорить так какую часть себя вы боитесь увидеть то есть вы боитесь показать свое счастье условно говоря что вы боитесь увидеть вы боитесь увидеть свои люди вы боитесьこれで свои люди по той причине что они могут вести вас в тупик возможно вы боитесь рассказывать о своих каких-то надеждах потому что вы не видите как-то возможности их реализовать, возможно, вы боитесь увидеть какую-то ситуацию, которая в дальнейшем, по вашему мнению, может привести вас в некий такой ступор, о какой ситуации, о чем речь здесь идет, здесь вы действительно боитесь как-то реализовывать свои идеи, боитесь принять какое-то решение, возможно, вам не хватает поддержки, либо вы боитесь осуждения, но осуждения не в плане критики, а в плане какой-то конкуренции, вот здесь вот идет такое, что возможно у вас есть какая-то цель, какая-то вот мечта, и вы понимаете, что для ее реализации, ну как-то вот она тяжело для вас как-то реализовывается, да, что вы столкнетесь с какими-то сложностями, с какими-то препятствиями, и возможно нужно будет что-то отвоевывать, сейчас, допустим, на данный момент у вас такая ситуация, когда все ровно хорошо, и вы как будто бы не хотите выходить из этого состояния, ну потому что оно вас удовлетворяет, и вот здесь вот, ну явно прослеживается какой-то страх, какой-то самообман, да, что у меня не получится, что очень сложно, что возможно меня не поймут, мне надо будет договариваться с очень многими людьми, либо здесь может быть какая-то, вы знаете, здоровая конкуренция, конкуренция, либо, ну то есть есть какая-то мечта, я хочу, допустим, открыть какое-то свое дело, но я не очень-то верю в это, потому что вот в моей сфере мою нишу уже заняли другие люди, более успешно, и как я там буду разворачиваться, то есть здесь дело в том, что с одной стороны вы не видите вот эти вот миражи в вашей голове, а с другой стороны эти миражи, они связаны с тем, что они лишь в вашей голове, то есть это ваше восприятие, тупиковая мира, то есть вы не видите, как обстоят дела на самом деле, и вот вы себя загоняете вот в это состояние, то есть начинаете думать, и как будто вы не видите выхода, а не видите выхода, потому что то, на что вы смотрите, оно уже обманчиво, и изначально вам не нужно на это смотреть, надо либо на эту идею посмотреть под другим углом, да, либо рассмотреть немножко иначе, то есть, как бы вам сказать, то, на что вы смотрите, оно уже, ну как, не то, что не настоящее, Это мираж, да, это придуманное, это выдуманное, и поэтому оно и не может, не имеет под собой почву какую-то, да, чтобы реализовалось, поэтому вы не видите выход, но вот здесь вот это все у вас прокручивается в голове, да, то есть вы начинаете думать здесь как будто бы какой-то сценарий, вот вы уцепились за эту идею, и здесь вопрос даже не в этой идее, а то, а ваше отношение к этой мысли, да, к этой цели, к этому желанию. И то, как вы относитесь, и в голове прокручиваете сценарий, в конечном итоге ощущаете себя, знаете, в каком-то безвыходном положении, что как ни крути, ни верти, я все равно не вижу, что я смогу это реализовать. А вам здесь говорят, что причина находится вот именно в ваших каких-то глубоких страхах, на которые вы не хотите посмотреть, они есть внутри вас, и это имеет отношение вот именно к каким-то вашим идеям, к каким-то вашим задумкам. Проще говоря, что-то внутри себя такого, да, вы не можете увидеть, что-то вас пугает. Ну, здесь вот ощущение того, что вы боитесь либо выйти из баланса своего, в том, в котором вы находитесь сейчас, либо вы боитесь, что то состояние, в котором вы сейчас пребываете, вот именно в гармонии, в любви с самим собой, в спокойствии, что оно закончится. Что вот здесь вот ощущение того, что фортуна ваша, она завершится, что ничего не бывает постоянным, и вот здесь вот, ну, вот как-то вы себя настраиваете, да, на какую-то цикличность, на какую-то повторность, да, что вот у меня уже было такое, и после, допустим, светлой стороны полосы всегда была темная. То есть вы как будто бы себя программируете, да, на неприятность, да. Хорошо, как вам реагировать на этот страх, на страх вот именно какой-то цикличности, да, как вам на это реагировать? Вы знаете, здесь как-то говорят о том, что вот нужно перестать держаться именно вот за тот успех, который вы сейчас имеете. Вот я не случайно сказала о том, что есть вот это вот ощущение какого-то праздника, либо вы очень долгое время не были в этом состоянии, вот вы за него прям, знаете, уцепились, схватили, вот оно вам очень-очень важно. Либо здесь есть какие-то ваши успехи, как-то вот связанные здесь профессионально, что-то идёт такое. Либо здесь, знаете, вот хочется такое сказать, что вот, ну, не держаться, вот здесь вот не нужно держаться за какое-то прошлое, вот не быть, возможно, жадиной, да. Вот здесь жадиной на эмоции, жадиной как-то, ну, не бояться. У меня, знаете, вот идёт такой образ, что вот как будто бы, да, выиграли какую-то сумму денег, да, либо, ну, неожиданно вам как-то подарили. Что-то здесь какая-то, допустим, определённая достаточно весомая сумма денег, и вы боитесь её потратить, да, вот как будто бы человек боится потратить на себя, а вдруг потом мне не будет хватать. Да, здесь вот какой-то, здесь какой-то вот кризисный момент, это, это и есть ваш урок. Вот у меня идёт такое ощущение, оно меня просто не оставляет, что вот не хватает, скорее всего, понимания какой-то вот потоковости, да, что чем больше вы за что-то держитесь, тем меньше возможностей вы имеете снова это получить. То есть вы как будто бы нарушаете вот какой-то кровооборот, какой-то круговорот. И здесь вот, знаете, вот как будто бы страх того, что вот я вкладываю, вкладываюсь, а успеха я как-то вот потом получить не смогу. А если смогу, то оно не будет вот именно в таком количестве, в котором есть сейчас. Вот здесь какая-то внутренняя борьба у вас идёт самим собой, да. Либо есть, например, ощущение какого-то вот подвоха, что будет какое-то вот предательство, да, что меня могут обмануть, что мной могут как-то пользоваться, да. Вот здесь вот какие-то вот, как будто бы отстаиваете, да, то, что ваше, но отстаиваете это очень жёстко, и состояние страха, да, что вот как будто бы у меня уберут. Ощущение того, что у вас уже был когда-то такой опыт, когда вас чего-то лишили против вашей воли. И у вас потерялось какое-то вот доверие к этому, и сейчас есть вот этот вот страх, что и опять это может быть, и опять это может быть. И на вопрос, как вам реагировать на этот страх, здесь через сознание, через понимание того, что когда вы что-то держите, вот именно по справедливости, да, что всё должно быть в балансе, нету смысла держаться за что-то, то есть здесь вот у меня идёт образ того, что представьте, вы купили хлеб свежий, вот только что выпеченный, да, и вот вы держите его в руках и не едите, то есть не наслаждаетесь, да. Вы боитесь, что, допустим, если вы его съедите, у вас больше не будет куска хлеба, и вот вы за него держитесь и при этом не едите. И проходят дни, он начинает черстветь, он начинает покрываться плесенью, и он вам уже не нужен, то есть он даже свою роль, свою функцию не сыграл, вы не получили какое-то вот насыщение тем, что имеете. Здесь вот просто нужно пересмотреть этот момент. Это как раз-таки вот ваш урок, здесь выпадает дьявол, здесь идут искушения, здесь как раз-таки искушения либо по деньгам, здесь очень много пендаклевых карт и жезловых, да, то есть, ну, вначале я подумала, что, может быть, всё-таки речь идёт про отношения, но сейчас я вижу, что здесь больше идёт либо профессиональная сфера какая-то, либо финансовый вопрос, то есть здесь идёт как будто, вы знаете, достаточно большие страхи по поводу финансов, по поводу того, что вот как будто бы, если вы потеряете, да, вот финансы, они для вас какая-то опора, то есть у каждого есть своё убеждение по поводу денег, а вот для вас это какая-то стабильность, постоянство, какая-то опора, то есть не будет у вас денег, вы как будто бы не считаете себя целостным человеком, да, что вы как будто бы будете лишённым, вот то, как вы себя видите, да, что если у вас нет денег, вы как будто бы не профессионал, ну, вы, знаете, здесь финансовый аспект как будто бы он подкрепляет ваш статус, то есть без денег, да, меня не будут воспринимать как какого-то мастера. Здесь ценность вас, она внешне проявляется, именно и подкрепляется финансовым аспектом, то есть возможно какие-то атрибуты, да, там, не знаю, дорогие часы, какие-то вот, возможно, украшения, да, может быть, автомобиль, может быть, что-то, вот этот вот показатель статусный, то есть если у меня этого нет, значит я как будто бы не совсем успешный профессионал, то есть вы начинаете сами себя обесценивать как личность, вот здесь вот связка такая, что когда есть деньги, я считаю себя личностью, а когда нет денег, вы сами себя обесцениваете. Вот здесь вот как-то надо пересмотреть этот момент. Что вас защитит в этом вопросе? Во-первых, момент ожидания, да, то есть, ну, перестать ожидать, и во-вторых, перестать волноваться. Вот здесь вот волнение и ожидание, вот это вот два ваших самых больших врага. И у нас выпала здесь Верховная Жрица, говорящая здесь как раз-таки о балансе. Здесь очень много карт, говорящих, вот Справедливость говорит о балансе, Верховная Жрица говорит о балансе, и также Колесо Фортуны. То есть вот этих три Великих Аркана в данном случае, да, они говорят нам о каком-то вашем внутреннем состоянии, да, то есть обратите внимание, когда вы чувствуете себя спокойным, да, то есть не радостно, не когда вам хорошо и весело, и не когда вам грустно, а вот когда вот на душе вот просто спокойно, ровно-хорошо, вот тогда к вам деньги приходят. А когда вы начинаете переживать, волноваться, либо наоборот, когда ждете чего-то, вот здесь вот момент времени, он играет как будто бы против вас. Вот когда вы ждете что-то, у вас наоборот деньги уходят, когда вы начинаете волноваться, когда вы начинаете переживать, вы как будто бы отгоняете деньги от себя. То есть вроде бы, да, все, надо уже подписали, там, контракт, что-то такое, и надо здесь, ну, то есть вы как будто бы уже уверены и ждете эти деньги, и начинаете переживать, и вдруг что-то идет не так, какой-то фольс-мажор, да, либо деньги откладываются, получения, либо там еще что-то, а вот что-то не получается. И вот здесь вот пересмотрите, в каком состоянии к вам приходят деньги, в большой сумме, либо в малой, неважно, и когда наоборот уходят из вашей жизни деньги. Здесь как-то вот ваше внутреннее состояние, оно влияет на вашу финансовую часть, и поэтому, что вас защитит здесь, именно состояние вот этого вот баланса, да, здесь как-то вот надо легче относиться к деньгам. Я не говорю легкомысленно, а именно легче, как-то вот спокойнее, вы очень сильно переживаете за деньги. Какая часть меня чувствует себя в опасности? Ну вот, то, что связано с профессиональной сферой, то, что связано как-то с надежностью, с опорой, и то, что вот ваш внутренний ребенок. Вот здесь такое ощущение, что вот именно какие-то базовые потребности, да, непосредственно в еде и в доме, вот какая-то вот безопасность, да, вот это вот для вас очень важно, ваш внутренний ребенок. Вот ваш внутренний ребенок чувствует себя в опасности. И знаете, вот какая-то часть выпал от Шейни, часть, которая говорит о каком-то отдалении, уединении, да, либо вы боитесь быть брошенной, оставленной кем-то, вот как-то одиноким, непризнанным, да, может быть, даже в профессиональной сфере. Вот здесь вот ваш внутренний, это внутренний какой-то вот страх, с которым вы сталкиваетесь, когда начинаете, вот когда находитесь одни наедине с собой, начинаете что-то анализировать, вот первый страх, с которым вы встречаетесь, это вот уединение какой-то вот отстраненности, холодности. Вот здесь вот, может быть, даже кто-то из вас боится повзрослеть, именно возраста биологического, то есть старости, условно говоря, да, что вот я останусь один-одна, и мне некому будет помочь. Вот здесь вот такие какие-то... Такие страхи... Я просто недавно услышала это слово, оказывается, есть такая болезнь, герондафувия, я не знаю, по-русски, может быть, немножечко по-другому будет существовать, то есть, ну, страх именно старости, взрослеть. Есть люди, которые боятся взрослеть, боятся постареть, и причем даже независимо от возраста, там, не в 20 лет, не в 20... Вот здесь вот что-то такое. Либо вот именно быть непризнанным, вот не раскрыть свой профессионализм, вот что вас не признают, что вас не заметят, что вас не увидят. Вот какая-то вот эта вот часть для вас очень важная. То есть, почему я говорю именно о профессионализме? Потому что здесь вот финансы, вот вы их видите только как источник от профессиональной сферы, поэтому здесь вот эта вот привязка есть. Так, управляю ли я своей сексуальной силой? Да. Да, когда вы, да, вы управляете, и причем, знаете, именно эта сила и дает вам какую-то опору, и эта сила дает вам финансы. То есть, вот здесь вот сексуальный вопрос тоже. Как это может быть связан? Какие-то случайные связи, может быть, с неизвестными вам и людьми, если вы теряете энергию, как следствие теряете деньги. Вот здесь вот это тоже. Либо наоборот, когда у вас какие-то сложности, может быть, вы как-то вот отходите от получения удовольствия. То есть, вот здесь вот сексуальный аспект, который дает вам вот это вот удовольствие, удовольствие, наслаждение, когда ощущение полной чаши, у вас вот это вот тоже напрямую завязано с финансами. Но здесь вы управляете этой энергией. И сразу хочется сказать, если вы ее и управляете, то вот как-то вот может научиться, я не знаю, снимать стресс, что ли, через секс. Ну, то есть, если есть такие переживания, страхи, волнения, как-то перенаправить вот эту вот энергию, да, зажатия, а наоборот получать больше удовольствия, ну, не знаю, больше секса, что ли, больше флирта в вашей жизни, чтобы вы как-то расслабились. То есть, через расслабление тела. И как-то вам будет спокойнее. Здесь вот какая-то такая связь. Что поможет мне выразить любовь к темным частям моей души? Как раз, видите, вышел праздник, да, что поможет. Легкость, праздник, удовольствие. Вот здесь вот ощущение, что, я не знаю, как-то получилось, что вот сейчас у вас есть удовольствие, да, есть вот этот вот праздник, то, с чего я начала. И, видимо, я не случайно сказала в самом начале, что его, возможно, долгое время не было. И поэтому вы так держитесь за это. То есть, может быть, после долгого периода, вот прям аж неожиданно, да, нежданно-негаданно наступило вот это вот веселье, то, что, то, о чем вы мечтали, то, что вы хотели. Поэтому вот вы так боитесь это потерять сейчас. И вот здесь вот опять убирайте вот эту вот суету, да, суету, сомнения, вот сомнения надо с этим как-то поработать. Больше импульсивности проявляйте, больше замечайте какие-то возможности, да, в своей жизни, начинания. Больше проявляйте себя, то есть не бойтесь. Здесь получается так, что вы боитесь, закрываетесь, да, в себе. Вы не проявляетесь, и как следствие ваши доходы могут падать. А вам наоборот, надо не бояться, больше показывать себя. Да, то есть чем больше людей о вас узнает, о вашем профессионализме. То есть не ждать, когда кто-то придет, а совершать самостоятельно шаги, делать это в удовольствии, в радость проявлять себя, осветить. И вот как-то преодолевать вот эту вот неуверенность, да, какие-то сомнения, вот эту суету, а надо, не надо. Это больше позволяйте себе, как будто бы, ну, разрешать себе нужно побольше. Вы как будто бы сами вот здесь, сами себе запрещаете. Здесь только иерафанта не хватает, да, чтобы показал мне какие-то правила. Что поможет мне принять и защитить свою тьму? Так, да? Сейчас, минутку. Что поможет мне принять и защитить свою тьму, не позволяя ей причинить боль другим? Да, правильно я прочитала, я уже прям засомневалась, потому что неправильно прочитала. Принять, да, какой-то свой тюмный аспект, чтобы он не причинял боль другим. Знаете, хочется сказать о том, что, смотри, здесь так хорошо перекликается, шут и император. Прикиньтесь дурачком, да, то есть, ну, не берите, не подходите так серьезно к вещам, да, будьте более проще, будьте более... То, что я говорила, да, про деньги, не то, что легкомысленно, а легче, легче ко всему относиться, то есть, не привязываться. Ну, здесь вот по дьяволу это невозможно, потому что это вот ваш урок, понимаете, это ваше искушение. Здесь вас будут проверять как раз-таки по финансам, да, будут и такие периоды, вот если в вашей жизни уже были периоды, когда вас лишали как раз-таки финансов, так это было связано как раз-таки с тем, чтобы вы поняли, что ценность не в деньгах, что ценность вас самих. И если вы научитесь правильно преподносить себя, вот ваше отношение к себе, это и есть самое ценное, и на это приходят, притягиваются деньги. То есть, во внешнем мире это показатель именно вашего отношения к себе, насколько вы цените себя, насколько вы уважаете себя. Во внешнем это будет проявляться как финансы. Вот для себя, для себя, да, я бы сказала, вот к себе нужно относиться полегче. И вот здесь вот вопрос границ, да. Вот у меня такое ощущение, что здесь, вот, почему такая двойственность, ну, мне сложно выразить, да, то, что я чувствую. Потому что, с одной стороны, есть гиперответственность, а с другой стороны, есть какое-то легкомыслие. И вот получается так, что по отношению к самим себе вы очень строги и очень жестки бываете, да, очень критичны, самокритичны, я могу сказать. А по отношению к другим вы как будто бы снисходительны. И здесь получается так, что вот вам это нужно наоборот поменять местами. На вопрос, что поможет мне принять вот эту вот свою тьму поменять местами. Наоборот, как там выстраивать границы по отношению к другим, да, уметь с ними договариваться, уметь отстаивать свои позиции. А вот именно к себе относиться более легко и позволять себе вот эту игру. То есть, вот темные ваши какие-то стороны, вы их слишком контролируете. Вот здесь вот наоборот надо убрать контроль и как-то вот больше довериться, да, больше довериться интуиции, больше довериться вообще самому процессу. Потому что любой контроль это все равно некая такая скованность. Это какие-то оковы и узкое восприятие, тоннельное восприятие мира. А надо наоборот для того, чтобы вот здесь как будто бы какие-то противоположности, да. Надо вот действительно найти баланс. С одной стороны, я хочу быть каким-то вот таким вот безбашенным. Вот эта ваша темная сторона, да, которая просит выпустить, да. Где-то пошалить, где-то по-детски, где-то что-то вот ребячество какое-то, да. Безответственность допустить. А с другой стороны, вы это подавляете, да. То есть, так нельзя, это неправильно. Я уже взрослый человек, мне нельзя так себя вести. И вот здесь вот карты говорят о том, что надо найти как-то баланс. То есть, даже взрослому человеку нужно периодически выпускать вот этого своего ребенка. Давать ему выгулиться, да. То есть, ну, совершать какие-то поступки. Если все-таки есть контроль, вы не можете его отпустить, ну, хоть как-то, не знаю, в каких-то контролируемых нормах выпустить этот пыл. Потому что вы в своей голове, и карта эта выше показывали по восьмерке ничей. Вы слишком себя ограничиваете во всем, слишком логичны, как и что. Но при этом выше мы говорили о том, что есть у вас какие-то иллюзии, да. То есть, возможно, есть страх того, что если я что-то сделаю, да, вот это вот ребячество, да, то меня будут осуждать. И при этом ваше ребячество может быть какое-то там, я не знаю, ну, какое-то минимальное. И с вашей точки зрения это безответственно. Но с другой точки зрения, с других, допустим, людей, они вообще это не примут во внимание, им это будет все равно. Но вот это вот ваша потребность, она зато покроется. Здесь жесткие рамки. Вот я чувствую, что как будто бы вот в какой-то, знаете, вот вы в лабиринт входите, да, он каменный, и вы как будто бы протискиваетесь. То есть вы не ходите свободно в лабиринте, чтобы найти выход, а вы как будто бы протискиваетесь. Вот так сложно, так сложно, вот как при рождении ребенок проходит через родовые пути и вот протискивается с трудом. Вот здесь вот примерно так же. Но вам нужно понять, что эти рамки вы сами себе выстраиваете. Кто ваш темный двойник? Ваше разбитое сердце. Ваше разбитое сердце и ваше апатическое состояние, да. То есть периодически ваш двойник – это то, как вы сами себя загоняете в состояние, когда вам больно, и эта боль причиняет, обестачивает вас, да. То есть у вас нет ресурсов потом. Вот это, вот это, это самое ваше такое, ну я не знаю, болевое, уязвимое место. Вам нужно понять, для чего вы периодически причиняете сами себе боль. Почему вы где-то… Сейчас. Я поняла. Мне здесь показали такую вещь, что с одной стороны, вот то, что вот вы хотите, да, вот это вот ребячество, у вас это ребячество, оно выходит на эмоциональном плане. То есть вы все время себя контролируете, очень много думаете, да, прям такие осознанные, серьезные дяди и тети. Вот, а ребенок, он у вас появляется как раз-таки в эмоциональной сфере. И вот именно неумение взаимодействовать с вашими эмоциями, неумение контролировать эмоции, даже не контролировать, а именно взаимодействовать, да, со своими эмоциями, неумение понимать, приводит вас к тому, что эмоции начинают вами управлять, да. Они начинают рулить вашей головой и приводят вас как раз-таки к тому, в чем в дальнейшем вы очень сильно сожалеете. И вот здесь вот как раз-таки баланс говорит о том, что если вы не будете выпускать своего ребенка правильно, да, ну, осознанно, то он будет проявлять себя вот именно через эмоции, когда вы, ну, не сможете управлять. Ну, допустим, когда, я не знаю, влюбляетесь, когда вам что-то нравится, когда у вас появляется какое-то желание, какой-то порыв, и вы не можете с этим справиться, потому что вот эта вот искра, она будет больше вас. И это будет причинять вам боль, это будет вот как-то периодически, вот здесь ощущение того, что вам нужно хорошо в себе разобраться. Очень, очень, есть много здесь каких-то сценариев детских, да, когда вы боитесь, например, каких-то расставаний, потерь, уходов. Вот, ну, что с людьми, что непосредственно с финансами, есть вот это вот страх, страх, я боюсь. И причем, вы знаете, когда вы деньги теряете, либо когда вы теряете людей, вы себя обвините, здесь вы чувствуете вины. Там, я не знаю, а, допустим, в детстве мама оставляла, это моя вина, да, я плохой ребенок, и я, допустим, подвижный, шустрый, и меня не любят, и поэтому меня оставляют. Вот вы как будто бы себя наказываете, понимаете, вот здесь вот какая-то такая модель идет наказания себя. И поэтому вы за все держитесь, то есть вы наверняка, если это проигрывается финанс, у вас так, наверное, и с людьми, да, то есть когда появляется тот человек, с которым вам хорошо, у вас всегда появляется страх, что я его потеряю, и поэтому вы боитесь привязываться. И боитесь привязываться, и не доверяете человеку, не открываете ему свое сердце, нет вот этой вот душевности, боитесь вот эмоциональной связи, потому что боитесь потерять контроль, боитесь, что вами будут управлять, манипулировать. Вот здесь вот как раз-таки это все, да, вот эти вот все привязки, которые есть, будь то к деньгам, будь то к людям, не важно, модель одна и та же, не важно, где она проявляется, вот она как-то связана с вашим вот этим вот темным двойником, да, с разбитым сердцем. Такое ощущение, какое-то убеждение здесь есть, идущее из детства, связанное с потерями и утратами, то есть то, как вы видите, какой смысл вы вкладываете в это, и оно постоянно подтверждается. Подтверждается, и в конечном итоге приводит вас к четверке кубка, когда просыщение, вот я все пробовал, я все делал, я все вкладывался, и в конечном итоге, а что я получил? Ничего. Ничего. И вот это вот я ждал, ждал, и я ничего не получил. Вот это все идет с какого-то момента из детства. Не знаю, подумайте, подумайте, здесь у каждого будут свои сценарии, поэтому я их четко, конкретно не обозначила, потому что все-таки расклад общий, но здесь есть несколько вариантов, и они все связаны с утратой. То есть каждый из вас воспринимает как вот эту вот утрату по-своему, и переносит вот эти вот проекции либо на людей, либо на финансы, либо на работу, и все это связано как раз-таки с обесцениванием себя. То есть вы иногда обесцениваете сами себя для того, чтобы вот этот сценарий подтвердился, что вот я обесцениваю, поэтому я теряю, ну то есть здесь какая-то такая модель. Я жду, напишите, что у вас здесь происходит, и я сразу говорю, ну чтобы не писали о том, чтобы вот какими-то общими словами говорить, и я не понимаю. Имейте в виду, что во-первых, это общий расклад, а во-вторых, задача, я неоднократно говорю, еще раз буду повторяться, задача слушать рассказ с состоянием. На что отвлекается, какие состояния, умейте отслеживать в себе реакцию, какие мысли всплывают в момент расклада, какие воспоминания. Это все язык и знаки, с которыми с нами общаются, общаются вселенные. То есть если вы хотите, наши безсознательные, если вы хотите понять и разобраться, обращайте на это внимание, на реакцию в стиле, холодно, жарко, что вам это напомнило. То есть это тоже очень важная работа. На самом деле просмотры раскладов это не, ну по крайней мере на моем канале, я не знаю как, на других, это не развлекаловка. Это не просто пришел, я посмотрел и все, и забыл. От этого пользы никакой. Лучше не смотрите, потому что, ну зачем засорять лишний раз свой мозг информацией. Фильтруйте, фильтруйте, что вы в себя вкладываете. А если смотрите, так вкладывайтесь на 100%. То есть так живет вот серая масса людей, да, то есть если делаете, то делайте на 100%, либо вообще не делайте ничего. Это очень важно, потому что мы все живем в пол ноги. То есть на 50% послушал, на 50% я понял. И так эта модель, она, ну, то есть мы же все роботы, да, запрограммированы. То есть что у нас в одном, у нас так будет и везде. И вы вот эту вот модель переносите абсолютно на все аспекты своей жизни. Поэтому либо вкладывайтесь, работайте, действительно, включили расклад, поработайте с ручкой, с бумажкой, записывайтесь. Вот на этом слове вот эта реакция, здесь у меня всплыло это воспоминание. И начинайте, то есть если что-то появилось, значит процесс уже пошел. Начинайте разматывать эту ниточку, начинайте идти за воспоминаниями, за ощущениями. К вам будут приходить идеи, вы будете понимать, о чем это. А если вы сидите и ждете, потому что я прочитала недавно один такой комментарий о том, что ничего не понятно, да, что все общими словами, это вообще не подходит. И вот ваше такое мнение, вот здесь я не говорю свое мнение, я говорю о картах. То есть я отвечаю за то, что я говорю, за то состояние, которое я вкладываюсь. А что каждый из вас понимает, это уже ваше ответственность. Когда мне пишут о том, что исходя из ваших слов, я поняла это, это вы поняли. Это не значит, что я об этом сказала. Это тоже важный момент. То есть не надо перекладывать на меня то, что вы понимаете. Это ваше, ну, ваш мир, ваше восприятие, это ваши уроки. Я то же самое могу понять иначе. У нас не одинаковые восприятия, ни у кого. У каждого по-своему, исходя из того опыта жизненного, который багажа, который мы несем за собой. Поэтому на самом деле работа именно с раскладами такими психологическими, это действительно работа. Мы включаем расклад, да, как сказала одна моя подписчица на ночь, чтобы смаковать, да. То есть включайте в тишине. То есть как бы вам донести эту информацию о том, что ту информацию, о которой я говорю, я рассказываю о психологических каких-то аспектах, я рассказываю о сценариях. И их нельзя понять, если вы там завариваете себе кофе на кухне и одновременно слушаете меня в полуха. Так вы полуинформации-то и услышите. И пользы от этого никакой не будет. Почему? Потому что ваше внимание, оно разгроблено. Оно идет, например, на заваривание кофе, да. В этот момент, если там еще и ребенок где-то там вас отвлечет, то вы не слышите, вы не услышите. Да. И это нормальная, это защитная реакция вашего сознания от того, чтобы не услышать то, что я скажу. Почему? Потому что возможно то, что я скажу, причинит вам боль. Потому что с этим нужно будет работать. И ваше сознание вас защищает, охраняет. И в самый нужный момент вам, возможно, нужно там сходить по своим каким-то нуждам. Это тоже имеет место быть. Обращайте на это внимание. На каком моменте я остановила видео. Почему я его остановила, да. Что я ощутила. Что я не хотела увидеть, либо услышать в этот момент. Поэтому расклады на моем канале это работа. Либо работаем, либо вообще не слушаем. Ну, конечно, право ваше. Но все же. Так, это была первая позиция. Наверняка эта информация нужна была. Обычно я такое не делаю. Но вот сейчас мне этого захотелось сказать. И мы с вами переходим в позицию номер два. Красненькому камешку. Итак, первый вопрос. Какую часть себя я боюсь показать миру? В том, что вы хитрите о каких-то своих способностях. В том, что вы где-то занимаетесь самым ваном. Почему вы занимаетесь самым ваном? Потому что здесь либо вы не хотите. То есть здесь два варианта. Один вариант вы делаете это осознанно. То есть по каким-то своим причинам осознанным вы не показываете себя в полной красе. Я не знаю, почему вы это знаете. Вы либо вы делаете это неосознанно. Потому что вы не верите, да. Здесь выпла императрица. Архетип собирательный, который имеет в себе все ипостаси женщины. Понимающие, любящие, умеющие зарабатывать, умеющие общаться. Умеющие достаточно умный, разумный, прорицательный. То есть здесь все. Ну, идеал женщины, да. И если идеал женщины выпадает на семерку мечей, на хитрость, на самообман, когда вы не отказываетесь, ну, то есть в самый нужный момент вы не идете вот в это новое, в которое нужно. Почему? Потому что боитесь поменять как-то свою модель мышления, боитесь проявить себя, боитесь найти какой-то... То есть вы идете в новое старым путем, но при этом вы умны, вы четко знаете, что вы это делаете. То есть себя обмануть не получается. Почему? Потому что здесь больше вот у меня считывается то, что как будто бы вы не уверены, да, не уверены, либо боитесь ошибиться, либо не уверены как-то в своих возможностях, в своем потенциале. Вы его чувствуете, вы его ощущаете, но здесь как будто бы вы не можете нащупать его, как-то проявить, показать. Есть ощущение, что внутри себя, что я знаю, ну, я чувствую, но я не могу это облачить в какую-то форму. Да, вы бездействуете, вот вы не действуете. Ну, почему? Потому что вы как-то вот анализируете свое прошлое, что там было в этом прошлом. Вот в этом прошлом вы были как раз-таки человеком, таким активным, достаточно позитивным лидером, общительным, которому нравилось быть в центре внимания, привлекать к себе внимание, уметь общаться с людьми. Да, человек, который умеет зарабатывать, но при этом человек, который близко к сердцу, принимает все, что о нем говорят, с одной стороны. А с другой стороны, человек, который для достижения своей цели может пойти и по головам. Вот здесь вот, видимо, был какой-то опыт с этим связанный. Здесь вот я же говорю, собирательный образ. Вы была королева жезла и королева мечей. Как-то ранили, задели вас в чем-то где-то, как-то ранили, сделали больно, и вы стали достаточно расчетливым человеком, да, достаточно холодным таким человеком, который допускает, да, верить другим людям, что как будто бы они рулят в его жизни. На самом деле здесь человек такой хороший стратег, который смотрит и прекрасно понимает, да, кто врет, кто не врет. Ну, то есть здесь вы получили очень хороший опыт, да, страх-то остался, но опыт вы получили колоссальный. То есть вы можете быть и независимым, и достаточно умным человеком, и справедливым, что очень важно. Ну, то есть это не сломало вас, да, то, как к вам отнеслись в прошлом, это вас не сломало, а наоборот, сделало сильнее. Вот здесь вот ощущение, как будто вы не боитесь показать себя в полной красе. Еще раз хочу спросить, почему вы боитесь? Вы боитесь оказаться жертвой. Вы боитесь оказаться жертвой, боитесь, что вас заново будет использовать, что из вас заново будет качать какие-то ресурсы. Я могу предположить, если вы женщина, значит, это ресурсы все-таки эмоциональные, да, а если мужчина, то здесь финансы идут. Но однозначно боитесь быть использованным. Использованы. Поэтому вы скрываете, да, не показываете себя, на что вы умеете, или вы скрываете какие-то свои способности, или то, что вы имеете, какие ресурсы, какие, ну да, повторяюсь, но мысли будут. Хорошо, а какую часть себя я боюсь увидеть? Что вы победитель по жизни, понимаете? Что вы победитель, и при этом вы умеете любить. Почему? Вот именно состояние любви вы и не показываете другим людям, да. То есть то, насколько вы чувствительны, то, насколько вы ранимы, то, насколько вы тонко устроены, вот ваше эмоциональное, вот этот вот тонко чувствующее восприятие, слова сегодня путаются, воспринимаемый мир, да, душевное вот это вот ваше состояние, вы его скрываете. Почему? Потому что была нанесена какая-то рана, была боль у вас, да. Вы не случайно стали королевой мечей, то есть воздух. Воздух, воздух у нас идет всегда после стихии воды, после чувствительного какого-то аспекта. Мы были здесь душевные раны, и вы охолодели, да, то есть вы не просто так стали рассудительной, холодной, где-то холоднокровной даже, а вот именно из-за того, что где-то поранили себя. Поэтому вы боитесь показывать именно свою душевность, именно открыться, довериться, показать, что... Возможно, вы даже боитесь любить, да, и... Потому что боль равно... Любовь равно боль, возможно, в вашем случае. Но здесь вы боитесь быть победителем, да, здесь ощущение того, что вы боитесь отстаивать, да, вы боитесь, вот есть... С одной стороны, вас сделали по королеве жезлов, да, такой вот стервой, который идет по головам, и у вас это есть, и это ваша внутренняя природа, добиваться, получать. То есть вы победитель по жизни. Не важно, мужчина или женщина, это хороший аспект, да, брать то, чего вы достойны. Но вы как-то вот закрываете это, ну, можете кому-то уступить, там, мне не надо. То есть по каким-то причинам вот эту вот свою активность, вот это вот... Вот это вот качество, да, вы как будто бы либо убиваете его в себе, либо закрываете, либо подавляете. Вот вы осознанно отказываетесь быть победителем, либо в каких-то вещах, ну, здесь, допустим, пример приведу, да, если это отношение, то нет, я не буду никого добиваться, да, если меня любят, пускай сами ко мне придут. Ну, то есть, либо устраиваетесь на какое-то место на работе, там несколько претендентов, и вы видите, что вы больше подходите, но вы как будто бы... Внешне это может казаться как снисходительное, что типа я уступаю место другому, а на самом деле вот здесь вот как будто бы вы не хотите сражаться, вот вы отказываетесь, отказываетесь осознанно, отказываетесь получить то, что вам принадлежит. Вот спрашиваю, почему? Потому что вот здесь вот это как-то связано с вашим развитием, да. Вот в этом есть какой-то урок, либо план какой-то на вас высших сил. Здесь, вот знаете, вот здесь вот ощущение того, что вы как будто бы достаточно высокодуховный человек и понимаете законы Вселенной. И именно поэтому вы говорите, что зачем я буду, что-то кому-то доказывать, что-то кому-то объяснять. Если это моё, оно моё и будет. То есть у вас есть видение как-то более глобальное, масштабное, вот тот человек, который понимает законы и знаете, что здесь вопрос ценностей. Вопрос того, что вы как будто бы переродились, то есть ваше развитие, оно достаточно, ну я не люблю это говорить слово, но я скажу, какое-то вот высокодуховное, понимаете. Но здесь ощущение того, что вы же всё-таки живёте на земле, да. Вы не находитесь в каких-то тонких материях. Значит, вам здесь надо себя проявить. Ну вот ощущение того, что понимание мира вот вашей душой, да, оно намного выше, чем среднестатистические люди. И вы не то, что как-то, знаете, презираете, я не буду, да, вот через гордыню, нет. А именно через понимание, а зачем оно мне нужно. Но здесь это для чего-то вам нужно. Вот здесь вот как-то вот, может быть, через вот это вот отстаивание себя, да, победить себе. То есть, возможно, вам не нужно побеждать кого-то, а вам нужно научиться побеждать себя. То есть, как больно бы мне не было, вот здесь ощущение, да, как птица-феникс. Постоянно у вас идёт перерождение, да. Как больно бы мне не было, я всё равно буду любить. А вы, наоборот, вот здесь вот это вот чувство любви, вот отказываетесь. Потому что было больно, потому что не можете справиться. И вот вы как будто бы убегаете от этого. А вам говорят, нет, нет, победи в себе вот это вот, вот этот отказ, да, разреши сама себе. То есть, если было что-то в прошлом, это в прошлом. А сейчас разреши. Ты стала, ты стал другим человеком, да. Вот здесь вот по высшему суду произошло исцеление. Какая-то, какой-то этап вашей жизни очень важный завершился. И вам можно пересмотреть более глубже. Либо вы уже пересмотрели свою жизнь. И вот здесь вот вы стали другим человеком. И вот здесь надо так идти по жизни победителем уже в этом состоянии. Такое ощущение, что вот заземлить вот эту вашу духовность, чтобы в материальном мире стать, как-то материальный мир одухотворить, да. Вот именно вот этими своими знаниями. Вот здесь вот как-то так. Боже, какой же это вопрос был? Я уже не помню. Хорошо. Говори, как участь себя, вы боитесь увидеть. Как мне реагировать на этот страх? Вот, что вот вы боитесь? Как вам реагировать? Продолжать планировать будущее. Вам нужно научиться видеть будущее. Вы умеете его... У вас есть прорицательные качества. Вот умеете его сотворять. Умейте его моделировать в своей голове. Думать о будущем. Проживать именно о том, о каком вы хотите, да. С уверенностью. Вот именно вот это вот качество победителя. Включайте не просто визуализацию, а именно проживайте это. Ощущайте телом свое будущее, то, как вы хотели бы, чтобы было. Вот здесь вот собирайте какую-то информацию. Понимаете, вот здесь вопрос моделирования будущего идет и понимание, да, почему, почему вы... Ответы какие-то на вопросы, вот вам нужно найти ответы на какие-то вопросы касательно вашего будущего и научиться его моделировать и программировать. Что вас защитит? Иногда, когда вы будете просить помощь, да, то есть защитит вас просьба о помощи от других людей, умение общаться, да, с другими людьми. Или здесь, возможно, вам помогут какие-то специалисты, да, люди, если вы к ним обратитесь, наставники. Да, вот здесь вот помощь, помощь экспертов. То есть вы обратитесь к ним за помощью, они дадут вам знания. Знания дадут вам ту защиту, которая вам необходима. Какая часть меня чувствует себя в опасности? Страх перемен. Причем часть, эмоциональная часть, да, смерть и девятка кубков. Эмоция, что меня выведут на эмоции, что мне надо будет с кем-то делиться этим эмоциональным фоном. Вот я же говорю, вот то, что у вас было в жизни, это настолько вам причинило боль, что вы осознанно отказались, отказались любить. Но здесь вы являетесь источником этой любви. То есть у вас столько чувств, у вас столько любви и столько эмоций, а вы это все осознанно скрываете. Вы не показываете людям свои энергии, вы не показываете людям свои эмоции. Возможно, да, боитесь, что у вас будут вампири. Ну, то есть, возможно, есть какие-то адекватные страхи, да, но вот все, что связано с эмоциями, о покушении на ваши чувства, для вас это вот самое уязвимое место. Чувство, что вам нужно будет с кем-то поделиться, что кто-то вытащит из вас вот этот вот ваш эмоциональный фон, что вам придется поменяться, вам придется научиться как-то общаться с людьми и доверять им, и открываться. Это для вас самый большой страх. Управляете ли вы своей сексуальной силой? Ну, здесь по умеренности, знаете, как качелеобразно. Вот когда вы хотите пойти в будущее, когда вы планируете в будущее, когда вы принимаете будущее, вы на подъеме, да, и тогда у вас вот ваша либидо, она и направлена как раз и на реализацию ваших планов. Но когда вы не видите будущее, вот для вас почему-то вопрос будущего очень важен. Я не говорю о том, что вы мыслите о прошлом, нет, оно такое ощущение, что вот вы как будто бы себе перекрываете это будущее, да, ну, то есть нету. Вот сейчас есть и все. То есть вы как будто даже не позволяете себе мечтать о будущем, чего-то хотите в будущем. Его нету, есть только сейчас. Причем не момент здесь, а сейчас, а момент сегодня, да. То есть сегодня есть, а завтра, ну, надо проснуться еще сначала. Вот здесь вот какой-то вот такой, но когда у вас появляется какая-то идея, когда у вас появляется какой-то план, мечта, цель, вы загораетесь, у вас появляется энергия, у вас появляется вот этот импульс, желание двигаться, и вы как раз таки вот этот вот эмоциональный фон, вот эту вот энергию, которую вы скрываете, держите ее для себя, вы ее туда пускаете. И здесь, знаете, как вот такая вот мысль идет о том, что вот эти вот эмоции, то, что вы боитесь, они как раз таки, вот вам не хватает в жизни партнера. Я прошу прощения, что я скрываю глаза, но просто информация идет так быстро, что я уже не успеваю ее проговаривать. То есть картинки так быстро идут, что я не успею проговаривать. Но суть здесь заключается в том, что когда в вашей жизни появится партнер, он, ну, проще говоря, вы как будто бы влюбитесь, действительно по-настоящему, да, крыша слетает, вы не можете уже это контролировать, как будто вы не можете сдержать в себе эти эмоции. И что будет? Мысль убежала. И вы вот раскроетесь еще больше. То есть такое ощущение, как будто бы вот прорвет, да, через вашего партнера, через взаимодействие с партнером, с другим человеком противоположного пола, у вас появляются чувства, которые вы не можете больше сдерживать, а на данный момент это единственный аспект. И вот вас как будто бы прорывает и выбрасывает на новый уровень, на другой уровень. То есть вот эта вот энергия, она начинает фонтанировать из вас, и она поможет вам реализоваться по полной, поможет вам раскрыться по полной. То есть пока нету партнера, вы можете еще как-то контролировать с этой энергией, да. И вот ее поток, он какой-то такой слабенький, он есть, но он достаточно слабенький, вам хватает, допустим, на жизнь. Но на что-то такое новое создать, даже в профессиональной сфере, не хватает дополнительных ресурсов. Вот эти вот ресурсы, вы сами удивитесь, откуда они в вас, то есть откуда вот это вот меня прям несет столько много. А это вот при появлении партнера, то есть то, чего вы и боитесь. Но пока вы осознанно, здесь как будто бы, знаете, вот плотина на электростанции, и вот сдерживает вот эту вот воду, да, а потом как будто бы прорывает, вот как водопад вот этот, вот водопад Ниагар, вот такой вот мощь, такая сила, и там вы уже не можете контролировать ничего, и это даст прям, вот вода разливается, и везде все так плодородит. Вот здесь вот как-то так показывает. Поэтому, когда нету эмоций, вы можете управлять своей сексуальной силой, но когда появляется партнер, вы, как говорится, берега теряете, и все, ну там разлив, и вы потерялись, и поскольку вы теряете контроль, наверняка вы боитесь потом стать, как раз таки то, что мы говорили, боитесь стать жертвой, что вами будут пользоваться, и вы не сможете как-то это остановить, и становитесь уязвимыми. Ну вот имейте в виду, что если вы боитесь, у вас будет урок. Обязательно будет урок на чувства. Хорошо, что поможет мне выразить любовь к темным частям моей души. Семья. Семья, стабильность, надежность, опора какая-то, да, ресурсы. Ну и вы, вы сами. Вы сами можете выразить любовь именно через свои желания, через понимание того, что вы хотите, как вы хотите, для чего вы хотите. С помощью своей силы воли. Что поможет мне принять и защитить свою тьму, не позволяя ей причинять боль другим? Принять и защитить свою тьму. Выстраивание границ. И, знаете, не сдерживать в себе, ну, во-первых, опять-таки, семерка жезлов, как и шестерка жезлов, говорит о победителе. Вот семерка жезлов здесь уже априори, человек является победителем, он находится на вершине горы. И то, с кем он конкурирует, там, сопротивляется, да, это не его уровни люди, да, это намного ниже. То есть он должен здесь понять, что нету ему равных на том уровне, где он был ранее. То есть он вырос, и ему нужно двигаться дальше. Поэтому отвечая на вопрос, что поможет мне принять и защитить свою тьму, вот именно сознание того, что вы выросли, что то, что вас пугало ранее, сейчас оно уже не имеет над вами власть, вы уже как будто бы переросли это. И по колесничьему вы можете управлять, потому что у вас есть знание, у вас есть понимание, ощущение того, что опыт был пройден, вы экзамен прошли, но еще полностью не осознали, именно поэтому боитесь. То есть если бы вы осознали, что вы можете управлять собой уже, вы уже не та жертва, как флюгер, куда ветер подует, туда вы и поворачиваетесь. Нет, вы уже не тот человек. Но, как бы он так сказать, головой вы может анализируете, понимаете, но вам кажется, что вот если вы с этим столкнетесь, то это будет провально, вы не получите ничего, то есть у вас ничего не получится. Это не так. Вы уже другой человек, вы сможете с этим справиться, вы уже не позволите быть другим людям, относиться к вам неуважительно, вы уже не будете жертвой. Вот это надо понять. Вы как-то еще не полностью этот момент осознали. Поэтому умение выстраивать как раз-таки правильные границы и понять, что вы уже управляете своей жизнью. Не на самотек, не кто-то и что-то, а вы сами. Кто ваш темный двойник? Ваше разочарование, утраты и ваш темный двойник, нежелание, нежелание идти дальше, нежелание расширяться, нежелание вот найти вот этого, знаете, некое внутреннее единение. Здесь я говорила и ранее, то есть как будто вы разделены на мир, на материю и отдельно на энергию. Вам нужно найти, вот как только вы найдете, вот это вот смотрите, даже как получается, есть знание и есть опыт. И вот вы не можете соединить, чтобы произошло осознание. То есть есть прошлое и есть настоящее. Вы не можете это соединить, чтобы было будущее. То есть вот здесь вот как будто бы какого-то единения нет. Почему? Потому что боль от какой-то утраты, она еще вами управляет. Вы потеряли веру, какую-то, знаете, вот веру, некую наивность, вот эту детскость, но здесь вот как будто бы, вот как будто бы вы детственность потеряли, да? И вы как будто бы оплакиваете ее, но видите в ней только то, что утрачено, а то, что вам дает возможности, то, что вам раскрывает какие-то другие качества, да? Другие уровни, другие возможности. Вы это не видите. То есть акцент идет на утрату, акцент идет на то, что потеряли, на то, чего вы лишились, а то, что вы приобрели, то, что вы умеете, то, что вы теперь знаете, вы это не видите. Вот как будто бы в полутьме. Прошлое, прошлое здесь чистота, прошлость, да, разрушение. Разрушение, но эти разрушения, они должны были быть. По причине того, что если бы это не разрушилось, вы бы не получили сейчас, ну, то есть то, что с вами произошло, вот то, что вы оплакиваете, да, скажем так, это было задумано для того, чтобы вы смогли увидеть новые возможности на построение чего-то нового. Если бы вот это прошлое не было разрушено, ваше прошлое, оно было бы выстроено на каком-то вашем эго. И через разрушение прошлого у вас было разрушение вашего эго. И если бы не разрушили вот ту часть вашего эго, то как было ранее, вы не смогли бы заметить и не сможете заметить в будущем то хорошее. Так, я прошу прощения, прервалось видео, я говорила о том, что если бы не разрушилось ваше эго, так было задумано, ну то есть оно должно было разрушиться для того, чтобы вы увидели новые возможности. Даже, знаете, не то, чтобы вы их увидели, а для того, чтобы новые возможности посеяли семена, чтобы что-то выросло, надо было очистить эту почву для того, чтобы в будущем вы стали более уверены, чтобы вы, знаете, вот как раз-таки башня и звезда идет очищение от ненужного, от того, во что вы верили, то, как вы раньше думали, то, на что вы надеялись, да, в данном случае вот эта вот какая-то наивность, детскость, да, и это должно было уйти, потому что то новое, которое придет, оно должно было быть построено на более стабильном фундаменте, да, на более прочном, а не на песке. Ну то есть то, что будет, оно будет лучше, сто процентов, то есть так задумано было. Вот такой у нас была и вторая позиция, я жду ваших комментариев, да, кто мой двойник вам посмотрели. Я жду ваших комментариев, благодарю вас за внимание, жду лайков, дизлайков, мнения, желательно, чтобы вы его описали от первого лица, то есть не то, что, ну вот как-то о себе больше, да, о своих мыслях, о своих каких-то историях, что в принципе многие из вас и делают, мне это очень нравится, когда делятся своими жизненными какими-то историями и тем, что у них происходит и что они, что вы поняли, да, вот от первого лица. Хорошо, я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.